Сегодня, 7 октября, палестинские исламисты Хамас атаковали Израиль и выпустили более 5000 ракет. Всем привет! Вы находитесь на канале Митершеф, канал о финансах, инвестициях и фондовом рынке. Для нас эта новость важна, да, так как эта новость отразится на сырьевом рынке, который, в свою очередь, отразится и на нашем рынке акций. Давайте перейдем с вами на индекс московской биржи и посмотрим, чем же закончилась у нас текущая торговая неделя и что стоит ожидать от недели следующей. Но прежде хочу вам порекомендовать акцию от Тинькофф Банка. Это дебетовая карта Тинькофф Драйв. Если вы являетесь автолюбителем, то партнер канала Банк Тинькофф предоставил уникальную акцию специально для вас, для зрителей моего канала. При оформлении данной дебетовой карты Тинькофф Драйв по моей ссылочке вы будете участвовать в акции и получите 1000 бонусов с затратой 3000 рублей в первый месяц после активации. Какие здесь, собственно, бонусы есть для вас при оформлении данной карты? Во-первых, конечно же, это бесплатный выпуск и доставка карты по всей России. Вам даже ехать за ней не нужно никуда. Вам абсолютно бесплатно ее достанет сотрудник банка. Также посмотрите, какой крутой дизайн у данной карты. И здесь есть еще одна особенность. При заполнении заявки по моей ссылке вы вбиваете номер своего автомобиля и он будет напечатан на вашей карте. Достаточно круто. Насколько я помню, ни один банк такой услуги не предоставляет. От 0 рублей в месяц стоимость обслуживания, 10% в целых 10% кэшбэка бонусами за покупки на автозаправочных станциях и различные крутые кэшбэки за другие покупки. Также бесплатное снятие наличных при любой сумме операции через банкомат Тинькофф. До 500 тысяч за расчетный период. Здесь достаточно много крутых бонусов, которые вы видите на экранах. Поэтому успевайте пока данная акция с бонусами действует. Ссылочка под видео в описании. Я, кстати, также эту карту себе заказал. На нашем рынке продолжается пила на текущем уровне в уровне 3130 в этом диапазоне. У нас в пятницу произошло, как мы все это прекрасно знаем, откуп шартов. Обычно откупают шарты в пятницу вечером, для того, чтобы не оставлять позиции шартовые на выходные. И, собственно говоря, эти игроки правильно сделали. Если мы с вами посмотрим на котировки нефти, которые буквально две сессии у нас обвалились. Обвалились они небезосновательно. Игроки, собственно, опасаются рецессии в США, которая полным ходом идет. Ну и, соответственно, если будет развиваться рецессия, то и упадет спрос на ресурсы. Упадет спрос на ту же самую нефть. И, собственно говоря, в этих опасениях как раз-таки игроки и увидели этот фактор. И мы увидели с вами распродажи. Так как правительство США в лице ФРС предполагает продолжение и долгое удержание ставки на максимальных уровнях. А это для царя играет не лучшую роль. И, собственно, для экономики США. Но, что мы с вами видим? Буквально две сессии у нас произошел обвал. Мы остановились на уровне 85. Здесь, кстати, я в фьючерс по нефти брал в лонг. Об этом я писал в своем приватном телеграм-канале. Ну и, собственно говоря, в пятницу я прикрыл. Также я брал шорт по сишке на доллар. Сейчас мы также коснемся этой темы рубль-доллар. Ну и, соответственно, здесь еще были некоторые закрытия сделок. Все, что я совершаю, какие сделки я совершаю, я пишу в своем приватном телеграм-канале. Также я пишу там свою аналитику в режиме онлайн. Каждый день там нахожусь. Ну и, соответственно, какие-то торговые идеи, которые я вижу, я также там прописываю. Соответственно, подписчики, кто подписан на приватный телеграм-канал, используют ту информацию, которую я там даю. На этом достаточно неплохо зарабатывают. Подписаться на мой приватный телеграм-канал можно по ссылочке в описании под видео. Там телеграм-бот, подписка на месяц абсолютно доступная каждому. Тем более, сегодня действует достаточно неплохая скидка на подписку. Поэтому, у кого есть желание, проходите и успевайте подписаться по скидочной цене. Так вот, во-первых, что я здесь вижу. И, собственно, писал в своем телеграм-канале приватном касательно котировок нефти. У нас здесь достаточно большие объемы были на последние рецессии США и замедление, так скажем, спроса на нефть. Но, буквально, у нас обвал обычно происходит в течение двух торговых сессий. Я об этом уже давно говорил, да. Мы это неоднократно с вами замечали и по акциям. И мы видим, что в пятницу вышел достаточно огромнейший объем. Это говорит о том, что здесь закрывались шорты. И вот как раз-таки те новости, которые мы с вами видим касательно начала боевых действий в Израиле, да. Это прямым образом отразится как раз-таки на ограничении предложения на рынке нефти. А это, в свою очередь, отправят котировки нефти в рост буквально уже с понедельника. На самом деле, я считаю, что в понедельник мы по нефти порастем. Здесь ближайший уровень сопротивления у нас 87. Я, опять же, в пятницу закрыл шорты, потому что я не люблю оставлять позиции, тем более, во фьючерсах на выходные переносить. Я хотел их переоткрыть в понедельник. Тем более, потенциал у нас здесь роста по котировкам месяца достаточно большой, вплоть до закрытия вот этого гэпа на уровень 95. Мы, несомненно, его закроем. Но, опять же, я никогда не рекомендую, особенно новичкам, торговать фьючерсами, потому что это все достаточно опасно. Но все, что я делаю, я показываю в своем приватном телеграм-канале. Я иногда, когда я вижу такие интересные моменты по фьючерсам, я ими торгую. Так вот, естественно, как это отразится на нашем российском рынке. Мы видим, что в пятницу у нас откупили шорты по нашему российскому рынку. У нас продолжается такой некий запил. У нас здесь есть определенный канал, понижающийся, в рамках которого мы сейчас видим коррекционные данные движения. И топчемся у верхней границы данного канала. Многие здесь видят головую плечи, собственно говоря. Но я бы здесь не обольщался насчет головы плечей. А мы видим, собственно, лишь тот боковой канал. Я бы его назвал понижающийся канал, в котором мы, собственно, движемся. И если мы пробиваем данный канал, преодолеваем отметку сопротивления уровня 3160, соответственно, мы пойдем на тест 3190. И только пробив данный уровень сопротивления, мы пойдем на тест уже уровня 3270. Но это пока что такие влажные мечты, можно сказать. Оснований для этого никакого пока что нет. Хотя мы видим, что у нас продажи основные по рынку остановились, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка. И, собственно, особых покупок мы по рынку сами не видим, ввиду того, что крупные игроки как раз таки и ожидают поднятия ставки Центрального банка на ближайшее заседание, которое уже пройдет в октябре. Соответственно, не спешат покупать, потому что у нас по-прежнему происходит некий переток ликвидности. И мы, собственно говоря, по последним данным статистическим Центрального банка это с вами наблюдаем. Теперь перейдем с вами на валютный рынок. И я уже высказывал свое мнение, почему наш рынок не растет вследствие того, что у нас продолжала девальвация рубля. Мы пробили уровень 100 и пришли на уровень более чем 101 рубль за одну американскую валюту. На самом деле, я в своем приватном телеграм-канале шортил валюту, сишку, да, с уровня... Сейчас давайте откроем с вами с уровня свыше 101.100. Вот где-то в этом районе. Ну и, собственно говоря, свой процент прибыли забрал по шорту, да, и мы видим, что, в принципе, мы протестили сверху ранее пробитый уровень. Я как цель данный уровень ставил, да, так как мы обязательно должны были его протестировать после данного пробития, потому что у нас достаточно здесь сильный был уровень. Я также писал в режиме онлайн, в режиме аналитики, что у нас здесь формируется некий флаг, да, который мы будем пробивать верх. Соответственно, мы данный уровень пробили. И в пятницу я объяснял, почему я не жду сильного укрепления рубля и каких-то интервенций со стороны Центрального банка. Ввиду того, что у нас на текущей неделе, в праздничные дни в Китае, соответственно, Центральный банк, даже если ему правительство дало бы по шапке, да, и сказал бы укреплять срочно рубль, да, так как мы превысили ту эмоциональную, эмоциональный порог, да, для нас, когда физиков в целом 100 рублей за одну американскую валюту, где начинается уже паника, да, и панические покупки. И все буквально побегут опять в обменные пункты и скупают доллар по данным высоким ценам. Вот. И ввиду того, что у нас интервенции Центральный банк может проводить только в юане, вследствие того, что в доллар, долларов у него нету, и он не может их продавать, соответственно, давление на рубль может производиться только, вернее, давление на доллар может производиться только через интервенции по юаню. А так как у нас в текущей неделе, в конце текущей недели были праздничные дни в Китае, соответственно, Центральный банк никаких интервенций по продаже юаней проводить просто-напросто не мог. И почему, собственно говоря, в текущих обстоятельствах у нас рубль по-прежнему девальвируется, да, несмотря на то, что ранее правительство вот в этом месте говорило Центральному банку срочно работать над укоплением рубля. Ну, собственно говоря, у нас Владимир Владимирович Путин, выступая на форуме Валдая, отметил, что он полностью доверяет Центральному банку в лице Набиулиной, да, и, соответственно, он предполагает, что Набиулина делает правильные решения. В соответствии с ее действиями, да, все происходит в рамках тех правильных обстоятельств, которые сейчас формируются на нашем рынке, да, на нашем рынке валютном, то есть все происходит по стабильным и закономерным обстоятельствам в рамках спроса и предложения. Я уже неоднократно говорил, да, что те меры, которые предполагал Центральный банк в отношении поднятия ставки, да, действительно, они будут влиять, но будут влиять в отложенном порядке, да. Это не будет одного момента, я уже об этом неоднократно давал свои пояснения, да, то есть повышение ставки, оно наносит некий отложенный эффект, то есть через месяц, через два мы действительно увидим с вами изъятие денежных средств из экономики. Хотя у нас наши основные банки продолжают по-прежнему кредитовать и спрос на кредиты, вот по последним данным, которые мы получали, достаточно активны и это помогает развиваться в дальнейшем той инфляции, с которой, собственно, борется Центральный банк. Я уже неоднократно говорил, что те меры, которые приводит Центральный банк, они не особо эффективны, тем более не особо эффективны в моменте. Здесь нужно принимать более решительные меры касательно ограничений на движение капитала. Мы все сами прекрасно понимаем, да, что те условия, которые созданы сейчас в условиях геополитики в нашей стране, они давят на отток капитала, то есть те крупные корпорации, да, кто зарабатывает деньги у нас здесь, в России, собственно, соответственно, они и должны оставлять эти деньги здесь, по-хорошему, да, но из-за тех геополитических рисков, которые присутствуют в России, соответственно, они этот капитал выводят за границу. И тем самым мы с вами видим и результат этого оттока, плюс разрешение правительства на выкуп акций у нерезидентов, то же самое магнита и так далее, да, что носит такой огромный характер давления на рубль. Вследствие того, чтобы выкупить акции у нерезидентов, необходимо купить валюту. Объемы достаточно большие. То сейчас второй момент, да, который я бы определил, это запрет выкупа акций у нерезидентов. То же самое Лукоил. Мы с вами видим, что пока что сделку по Лукоилу на выкуп акций, она не согласована. Я думаю, что, скорее всего, ее не согласуют, и это было бы правильно. Несмотря на то, что Лукоил говорит, что у нас хватит валюты на зарубежных счетах, для того, чтобы оплатить эту сделку. Но здесь, конечно же, я думаю, что есть достаточно много нюансов, которые также подкосит и организует некое давление на рубль. Поэтому второй момент, первый момент, это ограничение на вывод капитала. Деньги, которые здесь зарабатываются, они должны оставаться внутри страны. Второй момент, это, конечно же, выкуп акций у нерезидентов. Пока что его, я считаю, должны запретить, потому что это большие объемы и давление, соответственно, на рубль. Многие меня спрашивают по компании «Сургутнефтегаз». Мы все с вами прекрасно знаем, а кто не знает, «Сургутнефтегаз» – это та компания, которая держит достаточно большие объемы денег в валюте. Так называемая «кубышка». В каком она сейчас валютной составляющей, мы не знаем, потому что по последней отчетности, которая показала достаточно неплохую отчетность, ввиду того, что у нас достаточно сильно девальвируется рубль, а «Сургутнефтегазу» – это достаточно на руку. И мы с вами видим, что акции «Сургутнефтегаза» растут как раз-таки на девальвации рубля. И здесь можно более того сказать, что девальвация рубля для «Сургутнефтегаза» главным фактором приносит больше выручки для счетов, для «кубышки» и «за кубышки», нежели основная деятельность реализации нефтепродуктов. Это первый момент. Второй момент – это, конечно же, проценты по депозитам. Все мы с вами знаем, что «Сургутнефтегаз» имеет обыкновенные акции и привилегированные, которые торгуются на нашем фондовом рынке. Давайте вкратце разберемся, в чем же разница между данными бумагами. Во-первых, дивиденды «Сургутнефтегаза» по обыкновенным акциям не регламентированы. Уставом или дивидендной его политикой. Можно лишь отметить здесь такой факт. Они медленно повышаются в последние годы, а дивидендная доходность за последние 10 лет не превышала 3%. А вот дивиденды по привилегированным акциям, которые мы с вами видим на графике, они прописаны в уставе компании и соответствуют 10% от чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. Всего же у «Сургутнефтегаза» 43 млрд акций. Это 7,7 млрд привилегированных и 35 млрд обыкновенных. То есть мы видим достаточно большую разницу в количестве привилегированных и обыкновенных акций. Соответственно, здесь возникает основное различие между обыкновенными и привилегированными акциями «Сургутнефтегаза» в дивидендах. Дивиденд на доходность привилегированных выше, из-за этого привилегированные акции торгуются с премием к обыкновенным бумагам. Ситуация могла бы измениться, если компания, скажем, увеличила бы размер выплат по обыкновенным акциям. И вот сейчас, исходя из того, из-за переоценки валютной, как раз-таки той кубышки, которая имеется, но опять же не знаем в какой валюте у «Сургутнефтегаза», то здесь ожидается дивидендная доходность более 20% дивидендноходности. На этом фоне, конечно же, эта бумага сейчас, в будущий дивидендный сезон, носит первый, я бы сказал, ряд в дивидендной доходности. А дивидендная доходность от 20% до 30%. Другой вопрос, будет ли «Сургутнефтегаз» эти дивиденды выплачивать. Бумага достаточно продолжительное время у нас находилась в таком боковике, да, и на протяжении очень продолжительного промежутка времени находилась не выше отметки 50 рублей. Сейчас же бумага у нас практически подскочила до 60 рублей. И мы видели такой большой вышедший объем дневной, да, что говорит нам о том, что многие здесь зафиксировали свои позиции. Скорее всего, крупные игроки. Поэтому здесь вопрос, опять же, в том, если вы верите в дивиденды, то дивидендная доходность достаточно, может быть, большая. Тем более, если тот курс доллара, который мы с вами наблюдаем, продержится до конца этого года, то я думаю, что в районе 28-29% дивидендная доходность у данной компании будет по привилегированной акции. Соответственно, эти акции, они интересны для того, чтобы их держать в своем дивидендном портфеле. С учетом того, что мы предполагаем, что Сургутнефтегаз эти дивиденды выплатит. Далее, по Сбербанку мы по-прежнему находимся в таком неком коррекционном движении. Сбербанк также у нас выглядит достаточно интересно на дивидендный сезон следующий. Хотя, где нет, то доходность, которую дает сейчас Сбербанк предполагаемыми дивидендами, она сопоставима с составкой рефинансирования и с более консервативными инструментами, которые дают ту же самую доходность без учета этого риска. Покупать ли на текущих уровнях Сбербанк? Но с технической точки зрения, если мы пробиваем вот эту верхнюю границу данного так называемого коррекционного, ну, можно сказать, флага, да, соответственно, у нас открывается следующий диапазон, это уровень 273. Буквально 10 числа, по-моему, у нас выйдет очередная отчетность по Сбербанку, и мы видим, что к каждой отчетности у нас снова бумаги задирают вверх данного диапазона. Более интересно, конечно, было бы хотелось бы увидеть Сбербанк на уровне, там, скажем, 200, там 230, да, в этом диапазоне. Вот, но по факту мы видим, что тот уровень поддержки, находящийся на уровне 250, нам не дал никакого результата. Об этом я также писал, что здесь идет достаточно неплохой откуп. Поэтому все желающие могли на этом уровне прикупить данные бумаги. Сбербанк один из немногих, да, инструментов, которые, в принципе, развиваются, достаточно неплохую приносит прибыль и потенциал прибыли. Даже с учетом того, что у нас ставка рефинансирования находится в повышательном движении, да, я бы, опять же, если мы берем по широкому рынку, дописматривался бы к нашим бумагам в момент, когда у нас наивысшая ставка и когда Центральный банк уже планирует перейти к снижению данной ставки рефинансирования. Тогда у нас доходность будет дивидендная расти по мере снижения ставки рефинансирования, и мы увидим переток капитала снова в рисковые активы. Вот, но в любом случае Сбербанк, он остается одной из интересных фишек, да, на нашем рынке, но только уже после нефтяных компаний. На фоне высокого курса доллара, на фоне, если мы предполагаем с вами роста нефти с понедельника и закрытия данной ГПД, да, который он остался на уровне 95, то на следующей неделе будут интересны наши нефтяные компании, в том числе и Лукоил, который и так практически подходит к своим максимальным значениям. Дивидендная доходность, по которому в годовом выражении будет порядка 16%, что достаточно неплохо смотрится на фоне текущего года, да, и текущих крутых показателей из-за высокого курса доллара и высокого курса котировок нефти. Сейчас достаточно крутые времена для тех компаний-экспортеров, да, которые на этом достаточно круто зарабатывают. С технической точки зрения мы подходим с вами к сопротивлению, да, который находится у нас на уровне, сейчас посмотрим, 6940, я думаю, что мы пройдем на его тест по мере роста курса нефти. Тем более у нас здесь образовывается некий, некий клин, пробив который у нас откроется дорога уже на уровень 7250, то есть основание, в принципе, данного треугольника мы переносим вверх. Кстати, такие технические моменты, как обучающие, да, я также пишу в своем приватном телеграм-канале, поэтому кто подписан, они параллельно и обучаются каким-то таким техническим моментам. Также касательно «Газпрома», здесь также находятся интересные уровни, я также «Газпром» покупаю, об этом я пишу в своем приватном канале, да, ну и, соответственно, здесь спекулятивно уже от уровня, который я обозначил, можно было уже несколько раз заработать спекулятивно. Так вот, у нас сегодня вышла новость, я писал в этом в своем бесплатном телеграм-канале, новостном, подписаться на который можно по ссылочке в описании под видео. Здесь очень много важной информации, да, касательно экономики и фондового рынка, и подписаться на этот канал нужно быть обязательным, чтобы быть в курсе всех важных событий. Также к этим событиям я пишу свои комментарии. Так вот, состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. То есть мы видим, что постепенно Газпром нащупывает новые рынки сбыта и параллельно развивает и тот же самый СПГ, который может составить конкуренцию тому же самому Новотеку. Но хотя сейчас в текущих обстоятельствах, конечно же, он не составит такую здоровую конкуренцию Новотеку, да, но мы видим, что и тут трубопроводный газ, он постепенно перенаправляется с той же самой Европы. Но опять же хочу сказать, что и в Европу через украинский поток также стандартные объемы у нас ежедневно проходят через трубопровод. У нас трубопровод и в Турции, да, также скоро, скорее всего, будут разговоры про строительство за силы Сибири-2 в Китае. И эта новость подстегнет, конечно же, рост котировок. Все, что мы видим сейчас по Газпрому, это долгое накопление. То есть, рано или поздно из этого накопления будет резкий выход и этот выход будет обусловлен какими-либо позитивными новостями. И эти позитивные новости могут выйти в любой момент, что, собственно говоря, отправит котировки вверх. Ведь в этом накоплении кто-то из игроков крупных, да, они только набирают. Вот, поэтому мое предположение, опять же, по Газпрому я покупаю его, покупаю сейчас на самых лоях и жду выход свыше 200 среднесрочной перспективы. Кто негативит, да, ждет на Газпром на 120, пусть шортят себе на здоровье и ловят маржунголы. Ребят, вот такой вот небольшой обзор. В понедельник, если мы, опять же, резюмируем все вышесказанное, мы можем увидеть пробитие данной наклонной линии, да, из-за растущей нефти, из-за тех событий, которые мы с вами только что обговорили. В целом, здесь, опять же, по широкому рынку я считаю, что покупать бумаги не стоит, либо какие-то дивидендные истории, которые будут приносить конкурентоспособную прибыль, да, либо те компании, которые будут в первую очередь выигрывать от пересмотра цен на ту же самую нефть. А это наши экспортеры. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Все ссылочки на мои соцсети под видео в описании, проходите по ссылочкам, подписывайтесь, вступайте в наши телеграм-каналы. Ну, а я с вами прощаюсь, всем хороших выходных, всем удачи, пока-пока.